Творческая биография великого и талантливого актера насчитывает огромное количество рекламных роликов и фильмов с сериалами в ней множество, которые сняты были в 21 столетии. Несмотря на то, что Владимир был уверен в том, что он, по большей мере, театральный актер, из любимого театра он вынужден был уйти с серьезным скандалом. Родился актер на территории Эстонии, если быть точнее, то в Таллине в начале 1959 года. Семейство было многодетным, но оно никак не относилось к искусству. Папа был обычным строителем, но он был обладателем отличного голоса, поэтому в свободное от работы время любил петь и танцевать. Мама занимала должность уборщицы в детском саду. У нее тоже имелся прекрасный музыкальный слух, поэтому она любила в кругу семьи петь народные песни. Старшеклассником Вова задумался о театре. Он даже узнал о том, что театральная студия набирает новых учеников, поэтому решил туда записаться. Когда он влюбился в искусство, пропадать он начал не на улице, а в театре. Будучи слишком самоуверенным, Стержаков попытался поступить сразу в несколько высших заведений, вот только везде он столкнулся с отказом. Но Владимир не привык опускать руки, поэтому о мечте своей не забывал ни на секунду. Вскоре он стал студентом школы-студии МХАТ. Студенчество пролетело практически незаметно, и диплом был в руках у Стержакова в начале 1981 года. В начале 2000 годов Владимиру посчастливилось стать звездой сериалов. Нельзя не отметить его роль в сериале под названием «Маргоша», где ему удалось перевоплотиться в образ генерального директора популярного журнала. Далее последовала роль в фильме под названием «Валерий Харламов». Зрителям он также запомнился благодаря сериалу под названием «Отель Иллион». Здесь он стал влиятельным предпринимателем. В последующей роли, следует отметить, в таких проектах, как «Семюжинов» и «Доктор Преображенский». Совершенно случайная встреча в булочной с девушкой, кардинальным образом изменила все его убеждения. За очаровательной Аллой ему пришлось ухаживать на протяжении целого года, так как поначалу она предпочла отвергнуть его чувства. После свадьбы супругам долго не удавалось завести детей, они даже обращались к специалистам за помощью. После пройденного лечения Алла смогла забеременеть и супруги с нетерпением ждали на свет появления дочери, которой даже уже дали имя Евгения. Но случилась трагедия, Владимир и Алла потеряли неродившегося ребенка. Для них это стало сильным ударом. Спустя время супруги нашли в себе силы оправиться от потери и на свет появились сын Денис, а через четыре года сын Алексей. Владимир всегда старался проводить как можно больше времени с детьми, так как понимал, насколько это важно. В 2018 году стало известно о том, что актер серьезно болен. Врачи поставили диагноз рак. Актер на тот момент думал, что не выкарабкается. Бороться с недугом было сложно, и после перенесенных операций, состояние все равно не улучшалось до определенного момента. Владимир пережил шесть операций, за это время было многое и слезы, и боль, и страх, и отчаяние. Актер признался, что было время, когда он думал уйти из жизни при помощи снотворного, дабы не обременять своим состоянием родных. На сегодняшний день болезнь актера находится на стадии ремиссии. Владимир считает, что поддержка жены и детей очень повлияла на его выздоровление.